Пан Дмитрий Рук, это самое вопрос к вас. Чи мае в данном случае люди, которые подписали этот меморандум, скласти мандат? Або этот меморандум подписывали, знает, что никто его выполнять не будет. И это ОМАН выбор. Я считаю точно и категорично. Половина фракций «Слуга народа» должны сложить свой мандат только по той простой причине, что за два года они не удостоверяются открыть свои приемные. За два года у них нет штабов. И за два года никто из них не был у себя на округах, не общался с людьми и не делал встречи. Поэтому, конечно же, должны. И подписали этот меморандум. Я вам скажу, что когда в партии «Слуга народа» возникают вопросы по исключению, мы все знаем, что сегодня хотят мандата лишить даже Дмитрия Александровича Разумкова. Когда им надо, они все делают и забирают, и через суды будут это делать и так дальше. Так точно с Галиной Тетяковой. Нужно было ее исключить из фракции и лишить мандата. И не тянуть так долго, и дать обществу понять, что мы с ним согласны. А так, две недели или сколько, «Слуга народа» сидели и молчали. Высказалась в фракции. Галина Тетякова должна была выйти и сказать, я это поддерживаю, это моя позиция. Ты тоже «Слуга народа». Это моя позиция. Все, я там, я ухожу. Это человек, которого нужно было исключать и выгонять из парламента. Ну, тут вопрос, Валентина, а я не понимаю, почему вы так тишитеся. Просто вы же сами говорите про то, что тогда и Яременко, и Иванисова, и так далее, и так далее. Ну, вопрос по двойных стандартам. Вообще, Иванисова – это вопрос очень дискуссийный, на самом деле. Это просто папирец, банальный, папирец, который ничего не вартует. А чи это действительно, знаете, ну, имеет какие-то значения. Мы же говорим про это все. А почему вы сейчас так посмехаетесь, вот на слова коллеги? Ну, потому что, по-первых, люди, которые пришли в парламент под прапорами Зеленского, если их дороги святоглядно, политично расходятся, должны были бы складывать мандаты и идти бы на выборы кудись. А может, не Зеленский склав мандат в первую очередь президент? Геннадий Геннадий, дайте завершить вас. Если позволите, я продолжу. Ну, завершите, да. Да, есть такое понятие, как контрактные организации. Так вот, контрактные организации – это организации, в которых участники входят, берут на себя определенные обязанности. Но феномен цей поляга еще в том, что должна существовать какая-то сила, примус, которая будет позволить тех людей, которые в эти организации входят, выполнять взятые на себя обязанности.